АПЛОДИСМЕНТЫ На часть следует с того, что здесь собрались исключительно люди, которые пострадали в результате противоправных действий сотрудников полиции. В представлении прокуратуры Нижегородской области, которое было вынесено в отношении Комитета против пыток, это организация, которая помогла каждому присутствующему здесь человеку, была такая строчка, которая вызывает огромное количество вопросов именно со стороны людей, которым Комитет помог. Вот это представление, оно было озвучено в форме того, что Комитет против пыток создает некую негативную ауру вокруг полиции. Но вот обычные граждане, кому Комитет помог, в том числе и я, мы хотим донести до людей то, что Комитет против пыток, как организация, юристы, которые там работают, они ни в коем случае не заинтересованы в том, чтобы бороться с полицией или каким-то образом бороться с системой правоохранительных органов. Нет, мы выступаем совместно с Комитетом за искоренение садизма, который имеет место быть в отдельных отделах либо управлениях полиции. Мы собираем подписи в защиту Комитета против пыток, которых по правкам постановления государства прокуратура хотят ввести в реестр некоммерческой организации, как иностранный агент. И мы, наша организация «Жертвы пыток», мы идем в защиту того, чтобы Комитет против пыток не объявляли иностранным агентам, так как Комитет против пыток реально просто гражданам нашим, очень многим помогает от пыток в отделах полиции. Я, Дмитрий Александрович, был задержан в Советском РОВД, в милицию привезли, сломали позвоночник, отбили всю голову, применяли пытки. Благодаря Комитету против пыток довели дело за суда, виновные, наказанные. Я очень благодарен и очень возмущен тем, что их объявляют неностранными агентами. То есть, это значит, я пособник. Получается так. Мы стал пулить уже все эти чувства. Ну, это было год три назад. И избили в отдел полиции, хотя мы туда пришли обратиться за помощью. И был полный беспредел. Конечно, мы на следующий день обратились в больницу. Он лежал реально в больнице, что повредили ему селезенку. Он восстановился, так-то восстановился. Но иногда бывают отголоски. Конечно, конечно. И если бы мы знали раньше, мы бы обратились туда. Естественно, нужна такая защита. Возмущены беспределом, естественно. Все возмущены, наверное, кто сталкивался с этим. Какое государство? О чем вы говорите? Угрызну. Нет, я не могу. Что это? Так нам помитит. Так нам, как он и нам и помог юридически. Юридическая помощь. Четыре года. Четыре года. Ну, какой дали. Вот ему уже по пять лет. В общем, режима. Но они подали на прицелную жалобу. Вот там прицелную жалобу там посмотрели. Опять что-то отменили там на какие-то эти... И опять на первую инстанцию у нас пойдут все это по кругу. Но я говорю, если бы не комитет против пыток, мы бы лично вдвоем ничего. То есть это вот бесполезно лобами биться, как говорится, об двери, чтобы самим добиться наказания сотрудникам оперативников, два оперативника, сотрудникам милиции, тогда еще милиции было одиннадцатый год. Ну, опять же, благодаря комитету против пыток. То есть вот они нам полностью, полностью, весь вот этот этап, чтобы следствие, кто откроет на них, кто закроет, кто откроет, кто закроет. Нам комитет очень много против пыток помог тем, чтобы их призвать, вот, на самом деле, к наказанию, чтобы мы их наказали. Когда мы узнали, что на комитет против пыток совершается наезд такой со стороны прокуратуры, то мы, конечно, посчитали своим долгом помочь, выступить в защиту, потому что едва ли не каждый из нас, но, по крайней мере, я лично точно на себе испытал помощь КПП, когда нам было плохо. Ну, например, 15 сентября 2012 года меня Лебедев дубинкой лупил, Катю Зайцеву по голове с отрясением мозга сделал. Кто нам помогал? Нам КПП помогал. Полиция мне скорую помощь в автобус час не пускала, пока Каляпина с Дмитриевским не постучали и не вызвали врача нормально. Такие моменты не забываются. И, кроме того, я хорошо знаю, что КПП работает реально. Те деньги, которые они получают из различных пожертвований, они реально отрабатывают, я это знаю просто на своем опыте. То есть надо написать кучу всяких бумажек, надо 150 раз ходить в прокуратуру, следственный комитет. Всем этим надо заниматься профессионально в рабочее время. Человек, избитый полицейскими, на это не в состоянии сделать. Плюс у него нет юридического образования соответствующего. Деньги западные идут только на святое дело, на помощь пострадавшим от пыток. Возмущены тем, что КПП был признан иностранным агентом. Не считаем, что он проводит какую-либо политическую деятельность. И этот пикет приурочен к тому, что мы хотели высказать и привлечь общественное внимание к этой проблеме. То, что пытки в России продолжаются ни для кого не секрет. В России единственная организация, которая контролировала действия правоохранительных органов прокуратуры, это КПП, деятельность которой сейчас пытаются приостановить путем травли и обзывание ее иностранным агентом. И комитет не готов работать под таким, кавычках сказать, брендом. И мы считаем, что это унизительно просто. В моей ситуации, когда я попал под пытки в милиции, я обращался и жаловался, пытался добиться правосудия, но ничего не добился. И только с помощью комитета против пыток получилось привлечь к ответственности виновных сотрудников полиции, получить компенсацию, добиться вообще какого-либо действия со стороны прокуратуры в расследовании данного преступления. Мы хотим привлечь общественное мнение, мнение граждан Нижнего Новгорода России к тому, что в России происходит ущемление прав граждан. Увидела вот эти плакаты. Замечательное настроение нижегородцев защитить вот этих товарищей. Очень много проблем у нас в России, и очень хорошо, что они поднимаются, решаются каким-то образом вот такой вот активностью граждан, которые пытаются защитить всех людей, которые в правах своих нарушены. Раз есть такие моменты у нас, есть такие проблемы, их надо решать. Иначе, ну, они останутся, и опять наши люди окажутся где-то в застенках и будут подвергаться унижениям. Унижения не должны быть по отношению к человеку. И, конечно, нам бы проблемы эти решать, потому что за границей к нам относятся не совсем, может быть, и хорошо из-за этих проблем, и защищать граждан. Очень-очень правильно ставить проблемы, и давайте их решать вместе. Я думаю, что мы возвращаемся к советскому сознанию, когда было понятно, что если власти наказывают или, проще говоря, бьют и пытают, значит, за дело. Потому что возвращается вот это вот представление о некотором силовом авторитете, а где полиция, прокуратура, другие, значит, органы силовые, как сейчас их называют, абсолютно правы, и они выполняют то задание, которое им дает народ, опосредованно через свое правительство. Нам уже заявляют авторитетные лица, в том числе вот недавно господин Пушков, что наш приоритет не права человека, а некоторые общие цели, общие задачи. Поэтому, собственно, права человека никто рассматривать не хочет, потому что представление некоторых – это очень широкие права. Но это не так, они достаточно очерчены, а самой идеей личности, то есть ценностью самой личности. А в нивелировании этого представления личности, собственно, и приводит таких демагогов в тупик, и они ничего больше не могут придумать, как преследовать именно права человека. Сегодня преследуются права человека. Так часто бывает сейчас, что людей пытают, милиция, или полиция, вернее. И эти люди, которые позволяют себе насилие, остаются безнаказанными. Совершенно невероятно это возмутить. Хотелось бы, чтобы общественный совет при областном ОВД обратил внимание на эту проблему. Там действительно есть достойные люди, образованные люди, имеющие прекрасную репутацию среди горожан. И самим не позволить, чтобы они были некоторой просто ширмой вот этих силовиков. Задуматься и прийти на помощь. Своего рода такая сермязность, она может даже украшать. Да, все это, глянцы. Ну, понятно, да. Вот оно и не получается. Я пришел на пикет, чтобы выразить свое крайнее возмущение принятым решением прокурора области и Министерства юстиции Российской Федерации по включению в реестр некоммерческих организаций в качестве иностранного агента. Я являюсь отцом Санкина Сергея. Попав в руки правоохранительных органов, он испытал пытки, в результате которых стал инвалидом второй группы. Комитет против пыток провел расследование. В течение пяти лет мы не могли добиться справедливости. Только благодаря Комитету против пыток с помощью европейского суда мы смогли добиться справедливости. Комитет против пыток оказал медицинскую помощь. Значит, в результате реабилитации сыну снизили инвалидность до третьей группы. Это единственная организация, которая защищает граждан России. Решение прокурора противоречит политике, которую проводит Путин. Что делает официальная власть в отношении Комитета. Те аргументы, которые официальная власть декларирует, пытаясь очернить Комитет против пыток и обозвать его иностранным агентом, в противовес этому мнению мы высказываем свое. Что мы в этой организации не видим никаких агентов. Мы не видим никакого вмешательства в какую-то политику внутреннюю, тем более государство. И если Комитет против пыток вытаскивает наружу что-то негативное, что происходит в той же правоохранительной системе, то задача прокуратуры, чтобы это искоренить и, наоборот, помочь Комитету, помочь тем юристам, которые фактически выполняют их работу. Ведь если, например, взять тогда службу собственной безопасности, которая существует в любом управлении внутренних дел, в том же Следственном комитете, то получается так, по логике прокуратуры, что эти же люди выполняют функцию иностранного агента, потому что они тоже борются с теми же проявлениями, против которых выступает Комитет против пыток. Чтобы убрать вот эту нестыковку в официальной версии и в то, как мы это воспринимаем, простые граждане, кому была оказана помощь, мы выходим на улицу, мы начинаем серию мероприятий для того, чтобы информация была донесена напрямую, скажем, глаза в глаза, посмотреть каждому гражданину, который еще с этим не столкнулся и, дай бог, никогда не столкнется. Мы как раз выступаем за то, чтобы на нашем примере показать людям то, от чего стоит уйти, вот от этой преступной практики выбивания каких-то показаний в управлениях полиции, беззаконных действий, которые совершаются в отношении людей на улицах, незаконные задержания. Продолжение следует...